Здравствуйте, педагоги, студенты, абитуриенты. 20 февраля в группе Березняковского музыкального училища вышел пилотный новостной выпуск. Идея обозревать жизнь учреждения в формате новостей родилась в студенческом совете. Для реализации задуманного есть все – камера, штатив и навыки монтажа. Овещает с экранов харизматичный ведущий Максим Дмитриев является одним из основателей новостей БМУ. Юноша – роль журналиста по плечу, работа не загружает, а наоборот. В этом деле Максим находит отдушину. Мы работали с художником по свету, оператором-монтажером по совместительству. И ставили просто свет для какого-то проекта на нашей работе. И он предложил давай новости снимать. Вокруг себя ребята сплотили целую новостную команду, можно сказать, редакцию. Сценаристы отвечают за поиск инфоповодов и первыми узнают о том, что можно снять для репортажа. В журналистской редакции девушек бы назвали координаторами. Это легко. Легко? У нас училище очень живое, очень много разных мероприятий проходит в наших стенах, и поэтому информации для новостей всегда достаточно. Честно сказать, я думала, будет очень сложно. Я думала как раз таки, что мы будем писать текст, мы будем это редактировать и все в этом роде, но, как оказалось, просто ищем информацию и все. Нам попался очень-очень ответственный ведущий. В штате есть два оператора. Один из них – Анастасия Кузнецова. В основном снимает на телефон. Фото и видео – хобби. В объектив Анастасии, как правило, попадают яркие моменты из жизни. Впереди освоить несколько мастерских приемов и продолжать далее заниматься любимым делом. Я давно снимала, начинала снимать какие-то видео для себя просто. Я снимала, устраивала картинку, подбирала сюжет, монтировала, вот. И когда мне предложили, я согласилась с удовольствием, потому что у меня в этом уже есть какой-то опыт. Ну и какой же отдел новостей без главного редактора? У студентов это Дарина Дмитриевна, педагог-организатор. Преподаватель правит и корректирует тексты. Поддержала ребят, так как солидарно, что музыкальному училищу есть что показать. Работы было немного. Корректировать пришлось также немного, потому что ребята сами молодцы, все понимают, знают, что можно, что нельзя. Поэтому я такой, как это сказать, направитель. Сегодня ребятам выпала возможность поработать с аппаратурой, которой пользуются на телевидении. А в планах радовать новостями об училище каждую среду. К слову, сегодня выйдет свежий выпуск, в котором студенты расскажут о встрече с ветераном боевых действий, масленице и как прошел отборочный этап на студвесну. Посмотреть можно в сообществе ВКонтакте, ссылка на экране. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.